Страны Прибалтийские и Польша очень остро отреагировали на учения «Запад-2021» и призвали ЕС и НАТО занять единую позицию непринятия этих маневров. Однако мы помним, что сами страны НАТО совсем недавно провели крупномасштабные учения, кто-то даже говорит беспрецедентные по своим масштабам, у западных границ Белоруссии и России. Кто на самом деле, чья страна является страной, создающей угрозу и ненужные очаги напряжения? Что касается военных учений, которые проводятся вооруженными силами Союзного государства России и Белоруссии с одной стороны и НАТОвцами с другой стороны, здесь картина, по-моему, предельно ясна. Начну с того, что в свое время был зафиксирован уровень вооруженных сил, военной техники в документе, который называется «Основополагающий акт между Россией и НАТО». И там было сказано, что в мирное время никакого развертывания существенных боевых сил на территории новых членов НАТО на постоянной основе осуществляться не может быть. Этот принцип был давно нарушен. В двух направлениях. Первый, Запад категорически отказывался договариваться о том, что же такое существенные боевые силы. Но по нашей оценке это бригада с соответствующими вооружениями и очень трудно оспорить характеристику бригады как существенного боевого подразделения. Но второй хитрый ход, который Запад предпринял, они на ротационной основе обеспечили постоянное присутствие. В той же Прибалтии канадцы и немцы, и англичане, по-моему, ротируются на постоянной основе по нескольку месяцев. А затем друг друга сменяют. Так что на деле получается прямое нарушение основополагающего акта. И в результате военная инфраструктура и военная активность НАТО выдвинулась, давно уже выдвинулась на территорию так называемых новых членов вплотную к границам союзного государства Беларуси и Российской Федерации. Поэтому мы проводим учения на территории наших стран. А на территории новых членов НАТО тренируются и, как вы правильно сказали, осуществляют легенды, которые прямо направлены на развязывание агрессивных действий в отношении Российской Федерации, государства, в том числе и из-за океана. Мы, повторю еще раз, находимся на своей территории. Но даже в этой ситуации, когда западные наши коллеги грубо нарушили тот баланс, который сложился на момент подписания соглашения России и НАТО, это был 1997 год, они его грубо нарушили. И сейчас пытаются нас убедить вернуться к обновлению документа, венского документа о транспарентности военной деятельности. Чтобы сделать его еще более интузивным, если можем так выразиться. Мы говорим, венский документ был заключен, и мы его, кстати, выполняем в той редакции, которая была в 2011 году. Он был заключен на момент определенного соотношения сил между Российской Федерацией и НАТО на европейском континенте. И те процедуры, которые в этом документе предусмотрены, они соответствовали вот тому балансу сил. Запад сейчас пытается ужесточить инспекции, мы на это идти не хотим, просто потому, что Запад резко изменил вот этот баланс. На земле ситуация сейчас совершенно другая. И мы предлагаем, если вы хотите совершенствовать венский документ, давайте мы вернемся на позиции, которые обе стороны занимали в конце 90-х годов, и тогда можно будет еще более транспарентно обеспечивать доверие друг к другу. Но даже несмотря на нынешнюю ситуацию, а Запад отвергает эти наши аргументы, считает, что он имеет право делать то, что он хочет делать, в нарушении всего и вся. Но даже в этой ситуации пару лет назад наш генеральный штаб официально предложил НАТОвцам целую серию мер доверия, одна из которых и первая из которых договориться о том, чтобы отодвинуть учения и на нашей стороне, и на стороне Североатлантического альянса на определенную дистанцию от линии соприкосновения. Категорический отказ. Равно как и отказ договориться о той дистанции, которую не должны уменьшать самолеты боевые и боевые корабли России и Североатлантического альянса. Так что у нас нет недостатка доброй воли, но два года подобного рода предложения мурыжатся, извините за выражение, в Североатлантическом альянсе. И в целом они категорически отказываются вести диалог по линии военных, который был прерван в качестве так называемого наказания после событий на Украине и в Крыму. Вот. Так что, повторю еще раз, мы готовы разговаривать, но разговаривать профессионально, а не на таких эмоциональных полуистеричных тонах. Второй вопрос был... Но мы же знаем, откуда эти мигранты появились. Мигранты появляются из Афганистана, из Ирака, из всех тех стран, которые были разбудоражены нашими западными коллегами. А эти западные коллеги сейчас как раз и возвышают свой голос, называя действия белорусской стороны гибридной войной и прочими различными терминами. Если Запад так переживает по поводу нелегальной миграции, то Западу нужно успокоиться. Я напомню, что впервые вот так остро тема нелегальной миграции встала после того, как НАТО разбомбила Ливию, разрушила ливийскую государственность. И Ливия превратилась в черную дыру. И страны, которая была одной из самых стабильных и одной из самых благополучных в социальном плане, она превратилась в черную дыру. И сквозь эту черную дыру на юг, в африканский континент, так сказать, в Африку южнее Сахары, потекли потоки террористов, контрабанды оружия, наркотики. И до сих пор отделение Аль-Каиды и прочих террористических группировок, которые через Ливию забрались в Сахаро-Сахельский район, они там орудуют и наводят ужас на население. А на север, через разбомбленную Ливию, потекли нелегальные мигранты. И когда Евросоюз понял, что это бремя для него слишком тяжелое, то он стал призывать всех остальных разделить бремя ответственности за судьбу этих мигрантов. Мы не собираемся делить бремя ответственности за то, что было не только не поддержано нами, а что было нами осуждено. Поэтому Запад должен понимать, если он авантюры типа иракской, ливийской будет продолжать, если он будет продолжать действия, которые, вот скажем, после 20 лет пребывания НАТО в Афганистане не привели ни к чему хорошему, никак не успокоили эту ситуацию, то, наверное, люди будут бежать из тех мест, которые Запад хотел осчастливить своей демократической миссией. Но вот я слышал, Тони Блинкин, государственный секретарь Соединенных Штатов, опять оправдывая то, что произошло в Афганистане, заявил, мы просто поняли, что афганцы не в состоянии эффективно противостоять угрозам, что их вооруженные силы не могут этого делать, и что их правительство также не имеет воли для того, чтобы этим заняться. Ну, это о чем говорит? О том, что 20 лет Соединенные Штаты готовили вот именно такие вооруженные силы, такое правительство, которые не знают, как им выполнять свои обязанности.